Столяр делает передачу. То есть такой вот у нас Новосибирск, который играет в форме белого цвета, чтобы было понятно, Кай Джеймс открывает счет. Очень много неприятностей она доставила москвичкам как раз в том первом. Решал не я, сразу говорю, решал не я. Решали свои подачи, мы это прекрасно знаем. Нет, если бы с моей подачи решали, то здесь однозначно была бы либо Елисеева, либо Мачко. Атемина, видишь, не дают ей свободно бросать. На Джеймс. Ох, как она хорошо освободилась. Но я говорю, под кольцом это просто королева, ни слова другого нет. Рассказала она. Сама идет, идет, идет и не попадает. Но там Джеймс, там Джеймс. Которая спокойненько разбирается. Ее величество, иначе не скажешь, что она творит под кольцом. У подруги Михайлова и Мачко. Вместе они играли. В Ростове надо в прошлом сезоне Джеймс Антуан. Марина, второй фол. Кольцо. Саша не видит вариантов. Она не видит, а она идет сама. А тут Джеймс, да. А еще раз на подборе. По-хозяйски разбирается и ничего не может ей противопоставить Марина Шевелева. Это браво. Джеймс против Шевелевой. Продавила она нашему арену. Браво. Вот Антоша, она с мячом. Не стала сама бросать на столяр. Не точно это видно. Джеймс. Ой, хорошо. Саша под кольцом. Ой, хороша. Столяр. Увидела Джеймс. Джеймс. От заборчика трасси. Шевелева ничего не смогла поделать. Как не пыталась. Отдохнувшая, свеженькая. На Джеймс. В Джеймсе давненько не отдыхала. Это Джеймс. Исполняет. Исполняет. Завязка на Масько. Еще не попадает. Джеймс на подборе. Несколько подборов подряд она выиграет. Джеймс перекрывает небо. Это, конечно, смудрица. Просто на мяч. Она его получает. И будет сейчас забивать 30-е очко. Большая Джеймс в большом порядке. С валом. Вот уже 31. Да. Вот это легенда. Сохраняется, тем не менее, цена по владению. Заброс на Джеймс. И та разбирается. С Мигуровой. Ну вот две уже результативных атаки. Она Масько тем временем. Джеймс пока что под кольцо не идет. Тем не менее, на нее передается. Она развернулась и забила. Лер. Любимый пас-футболист у нее Никола Юр. За Денвера она, естественно, и болеет. Забивает. Кай Джеймс. Не удалось даже Егоровой задержать. Ну а так половина сыграна. Потемина на Джеймс. Та развернулась. Ну вот как такую. Продавила на Дарью Егорову. Кай Джеймс. Неблагодарная. Не дала ей бросить. Терепанова. Джеймс. Уходит от опеки и забивает два очка. Кай Джеймс. Не дала. Лишит себе мяча. Столяр не без труда. Но сохранила контроль. Джеймс. С-под кольца не успела Егорова. Команда Динамо набрала четыре команды. Кай Джеймс. Хорошая передача от Голубченко была. Залпу стальбе не забила заряжка. На Джеймс. И не забивает. Кай Джеймс. У Вики Красаковой там был шанс что-то сделать. На Витская. На Джеймс перевод. Там выуживает мяч. И попадает. Тайм-аут. И до минимума. Кай Джеймс. Вот только что. Догнала она, кстати, Кай Джеймс по результативности. Джеймс, которая с мячом. Вот она и продавливает. Но ты спот кольца, наконец-то, великолепно. Есть шанс сейчас сравнять счет у Динамо, на самом деле. Заброс на Джеймс. Конечно, Джеймс такой шанс не упустит. Кай Джеймс. Но она не сравняла. Она до минимума сократила. Были некоторые фактические трудности на старте. Но теперь все в порядке. Уже успела набрать 3 очка Ольга Столяр. А уже и Кай Джеймс попадает со средней. И Новосибирские 1-го минуты. Елисеева. Масько. На Джеймс под кольцо. Кстати, удивительно, что Кай пока не берет на себя. Значимую роль в атаке. Вот ее в этом компоненте точно не выпадают. Также 4 потери. Какой соперниц получается защищаться. Новицкая здоровая как в касание отдает. И здесь Джеймс набирает очки. Это шоу-тайм какой-то. Здесь Нови... Темп отдает на Джеймс. Кайп. Против Комаровой. Комарова вроде и старалась и вытянула руку. Но Джеймс попадает с отклонения. То есть даже без продавливания поддержать этот темп никто не сумел. 31-49. До 18-й разница сокращена. И здесь уже Джеймс идет проход. И с фолом забрасывает Джеймс. Пойдет на линию. Уже 20 очков. В эфире. Стартовые пятерки. На вторую половину. Озвучу. Они, кстати, никак не отличаются. Ох, какая же работа в посте. Вот такая Джеймс изящный ляп. Как она? Не вышла. У Новицкой 4 пола. Новицкая. Идет проход. Завершает сопротивлением. И Джеймс после подбора в атаке набирает очки второго шанса. 18 уже уничом. На Джеймс забрасывает в пост. А против Михайлова. И Джеймс не попадает на подбор в атаке у нее. Ой, какое падение. И какое приземление. Все в порядке с Джеймсом. Уже бежит на свою паневина. Против нее обороняется. Но Елисейева здорово уходит на кроссовере. Открытый средний для нее. Подбор за Джеймс. И с полом Кай Джеймс. Вот, кстати, именно так с полом она и принесла победу в первом матче. Ввести мяч в игру. На последней секунде. Джеймс снова против Егорова. И тут Егорова поставится внизу сыграть. Но Джеймс сохраняет мяч. И закладывает его в корзину. Изящным полукрюком. Команда проиграла. Причем играет, подходила на тот момент в статусе дерби. Которому команда из Новосибирска готовилась. И подошла уже пока после первой минуты. Джеймс. Снова против Егоровой. И она же здесь очки набирает. Приходится Егоровой чуть помягче играть в защите. Появилась со скамейки вместе с Масько. Джеймс под Кольцовым получает мяч. И здесь набирает очередные очки. Не получилось перехватить передачу. Я старалась набрав при этом почти сотню очков. Это примерно лучшая игра в сезоне была. Может еще хорошая встреча была и с Самарой. Со Спа. Во второй четверти их стало чуть меньше. Но при этом такое ощущение, что вот как раз где-то отсутствие свистка. Вспомним момент, когда Лепченко просто влетела в заряжку. Пола не было. И будто играет. 4 сантиметра справится. Любому центровому. Ксения тоже здорово форму набирает. А вот здесь Кай Джеймс. Все-таки застык. Пока счет зеркальный. 31-13. И ничего продолжать не получаться. У Новосибирска Кай Джеймс. Луп. И еще забивать Кай Джеймс. Как она эффективно вырывает Курянку победу. 62-71. 10-22. В четвертой четверти. И на Урале Курск побеждает. 62-70. Разменяли вид Новчанки. И так дело, если и пойдет, то увидим три циферки возле логотипа Спарта НК. Кай Джеймс. Хороша. Хороша, безусловно, сегодня. Питкнат. В принципе, такое часто случается с командой. В то время, как у Омска залетало почти все подряд. Реализация выше 40% была. Джеймс набирает очки. У нее, кстати, на дугу заряжка. Снова открыто бросает три. В этот раз не попадает. Но подбор в атаке снова есть у Джеймс. Та отклонение. Точный бросок со средней. 38-35. И же пока проблемы с реализацией. 4 из 15. Трешки только лишь залетело. Джеймс. Полукрюк. И не могут здесь против нее сыграть жестче. Называет к себе Новицкую. Ставит ей за слово. Новицкая. На Джеймс. Кай. Джеймс под кольцом. Через Внухину. 71-50. Антошина. Вообще, для Динамо главное в этой ситуации все же не торопиться. Не допускать лишних там потерь. Фолов Джеймс здесь рискует. Ведь она Федорова толкала. И та наверняка рассчитывала бы на фол. Ну, пойдет. Джеймс. Почувина, но против нее. Там подбивала Егорова. Джеймс первые очки для Новосибирска зарабатывает. Прапывает мяч. Ух, снесли тут Дашу. Джеймс. Ну, вот продавила. Кай, Джеймс. Которую защиту. Кай. Динамо. Новосибирская область. И МБА из Москвы. В рамках фонда премьер-лиги среди женщин по баскетболу. И как начинается сразу же с первых очков. От Кошечкина. Елисеева. На Джеймса парке. Такая под кольцом разбирается. И набирает очки. Вот уже, кстати, и... На Масько. Та обратная. Довольно быстро динамовки стараются двигать мяч. Джеймс разворачивается и попадает в кольцо. Уже 9 очков. Нужен ей заслон. А Джеймс-то сразу проваливается под кольцо. И вот здесь сохраняет мяч. Бросает через руки Кошечкиной. И набирает очки. 11 очков у нее. Первая пошла в первой половине. 29-47. Масько в касании на Джеймс. Очень нравится мне вот это быстрое принятие решений баскетболистками Динамо. А только так вот с таким атакой не попадает в кольцо. Джеймс там под кольцом разворачивается и забрасывает мяч в корзину. Старт в пятерке на второй половине. Близко. Пропорция практически 50 на 50. Елисиева в проходе. Не попадает мяч в кольцо. Но Кай Джеймс забирает отбор в атаке. И... Слизилась. 75-47. 28 очков. Джеймс выловила мяч в воздухе. Здесь совсем легко для нее. Голдриева даже отошла. Она поняла, что лучше Джеймс. Только Динамо такой мини-рывок организовали. Джеймс. Сразу на ней издваиваются. Под кольцом это не помогает. Джеймс продолжает очки. Дорядка, кстати, у Джеймс. Динамо теперь вышло вперед вновь. 8-5. Джеймс оставили одну. А вот здесь Гера Маседу Фоли. 2 плюс 1 может быть. Решать все результаты и все планки. Джеймс побежали вдвоем сейчас. А вот здесь надо было дорабатывать. Марчинковой. Джеймс с первой попытки неудачно был. Что... Ох, как Лера Маседу против Джеймс борется. Бейтс там и так и эдак пытался перекрыть. Для Кай бросок. Нырнул. Джеймс и Бейтс. Очень внимательно за ними следят судьи. Для них тоже это интересный такой факт. Только две победы хотя бы. Со Спарты НК. Джеймс. А Трофанова нет. Не помешала. Края определенно. Антошина. Идет проход. Отличная передача на Джеймс. И... 7-10. Вновь до одного владения. Разыгрывающие и Елисеева, и Антошина, и Столяр. И все они втроем. Когда на паркете, то... Это не хватает команде. Где-то как раз таки на позиции атакующего защитника или форварда. Может бросать прямо отсюда. Но так как у нее сегодня из-за дуги не летит 0 из 8. А с другой стороны... Чего же терять-то? И так крупно уступает команда. Открытые возможности не так часто возникают. Столяр сделала все же варианты. Подбор на своем счете забирает в Динамовке. Столяр. На Джеймс. Та под кольцом. Разбирается. И набирает. Два очка. 11 уже у нее. Но вот говоря о... Не 22. Не 25. Джеймс. Разбирается. Разворачивается под кольцом. Подбор нападения у нее. И забрасывает она мяч в корзину. До 13 сокращая. В последние несколько минут. Восстанинские Енисея наконец-то набрали очки. И то в таком тяжелом проходе. На последних секундах атаки. Джеймс снова подбирает на чужом счете. И забрасывает. Огромным количеством попыток. А вот здесь в Новосибирске игра была сравнительно всего лишь в 8 очков. Не попадает здесь Осипова. Но Джеймс снова подбор в атаке забирает. И добавляет там очки второго шанса. Крышник вынужден. Причем она большинство своих очков набирает именно с линии. Здесь сикает Джеймс. Забрасывает с игры. 41-80. Я уж не говорю о том, что Кузьмич сильно бы изменила картину по такому матчу. И хоть кто-нибудь вообще. Даже если бы спалка Кэл Тейлор сейчас играла за УГМК. А Джеймс убирает очки здесь под кольцом. Не провалился. Антол Шина. Даводит. Да, Джеймс. Кай. Джеймс разворачивается. Ну, конечно, преимущество в росте ощутимое. К сожалению, Большой Майя. Считали арбитры, что где-то Александра там рукой за талию. Вот так вот придерживал соперницу. Джеймс. Два засчитана. Нет возможности остановить. Старается сделать это аккуратно против Комаровой. Но вот здесь вот рост все-таки плюс-минус равный. У Кай Джеймс демонстрирует, что у него фейд-уэй есть еще. У Динамо. Новосибирская область. Но опять-таки разница незначительная. Классно. На Джеймс передача пришла. Кай Джеймс. Ну, я вот так и есть. Налетевший игрок защиты виноват. Заряжка промахивается. Но если как бы тенденция движения в сторону таких схожестей севера. Шевелевая есть там преимущество. Но пока партнерш ее не заигрывают. Вот так увели за собой все обороны. Даже несмотря на то, что Комарова оказывала игру. Ну, посмотрим. Повторится ли все. Ой, какая передача на Джеймс. Шикарная. В разрез между двух соперниц. Столяр здесь. Ну, Адгаль получается уже 18 очков. Но я думаю, что при случае мы о них чуть позже поговорим. Пока я тут в течение минуты упускаю происходящее на паркете. Тут вот что происходит. Где Кай Джеймс с палом забивает. Но он отбор. Заряжка. Тана Джеймс. Джеймс под кольцом. Одна. И забивает легкие два очка. Да, там Дерюгенов в какой-то момент оказался. А вот уже и нет ведения. Джеймс. Против Шабановой. Будет сама, наверное, брать на себя. Хотя там вот Елисеев открылся в угол. Ну, как же шикарно играет в посте. Кай Джеймс. Просто я восхищаюсь сегодня. Таких свободных бросков. Или там легких проходов. Заряжка. Здесь можно было и самой очки набирать. Она не попадает. Но Джеймс под вор в атаке. Очки второго шанса. Добавляет и 30. И уже ушедший Тейлор. Джеймс. Ой, здорово разворачивается. Как и дальше под кольцом завершает. 37-38. Вот мне просто... Номинально на позиции атакующего защитника. И выйти, брать на себя броски. Там с получения. Открываться под эти броски. Или брать на себя опции в атаке самостоятельно. Некому. Вот Антош. Он столяр на дугу. Здесь Потемина. Очень такая странная передача. Как будто не Джеймс в руки, а прямо к сопернице. Но Джеймс там разобралась. И еще и под кольцом. Против двоих соперниц очки... Где-то ей развяжут руки. Вот отсутствие Спаркл Тейлор. Может быть будет больше брать на себя. И тоже интересно будет понаблюдать. Так, тут Кай Джеймс со средней дистанции. Увеличивает... Столер! Если это будет... Да, немножко, по-моему, не ожидала такой передачи. Немножко так убавило красоту и пиз... Атаких. Заряжка. Кай Джеймс. Кай Джеймс. И еще два очка. Активно очень. Центровая Динамо начала... 27 номером. Такая стартовая пятерка у Динамо. Снова Джеймс. Под кольцом. Кузьмина против нее обороняется. Но Джеймс набирает все равно свои очки. Такая образцовая сейчас. Игра в пасть в бросках. То соперниц будут проблемы. Либо же... Они вот в отличие от прошлого матча. Уже с учетом опыта прошлого. Учтут эти ошибки. И... Исправится Джеймс. Что делает? Просто не замечает. В этом матче. Особенно там в отсутствии Тейлора. Может на паркете. Точно будет брать на себя. Снова Джеймс. Под кольцом. И на ней сдваиваются. Но это тоже не помогает. 10. Постоянное сдваивание. Если в самом начале матча. Вот еще Джеймс там дала 8 очков. Команда лидировала. Благодаря тому, как она набирала очки. Вот подобные. Тому, как сейчас. Промахивались. Сегодня вот... Ох, еще и два подряд. Отмажет Тейлор. Зато Джеймс совершает подбор в атаке. Забрасывает мяч в корзину. До 7 команды. Хотя у кого нет с этим проблем. Если так в среднем даже по сезону смотреть. Там 18 против 15. У Динамо и Никки. Кай Джеймс. Убирает очки. Под кольцо. От кольца. Новицкая. 6 секунд остается. Джеймс. На ложном замахе. Убирает Федорову. И забивает под кольцом. А Федорову тоже не может играть. 4 минуты. Второе четверти могут для команды непростыми получиться. Хотя мне язык не повернется сказать, что вот эта ротация, которая сейчас на площадке, она должна быть слабее. Джеймс со средней попадает. В спортивном комплексе Север. Редко когда она в матче Динамо. Так много зрителей приходит в Новосибирске. Такой изящный легкий проход от Кай Джеймс. И она, казалось, легкие очки можно набрать. Кузьмич. Внутрь. На Джеймс. И та попадает. 49.54. Поскольку вот, если даже говорить о баскетболе нефтяника, пока Джеймс толкается в посте, против нее уже две баскетболистки. Но Джеймс бросается. Средний. И попадает Заряжка. Джеймс. Встает в пост. Против Пачурина играет. Бросается отклонение. Как же у Джеймса это сегодня легко получается. Вот Джеймс. Столяр. На Джеймс вниз. Один в один против Черин. Фаолит Виктория. И два плюс один. По-моему, внизу показал. Снова Джеймс внизу заигрывает. Пользуется, да, она своим преимуществом в росте. И приносит два очка. Позицию. Но не увидели ее девочки. И Джеймс внизу. Нашла ее. Нашла Ольга Столяр. И два плюс один. Бронзу взяли. Взяли Дюбло. Но вот этот сезон начали тоже без поражений. Так что девочки у нас подрастающее поколение, которое через пару лет глядишь и в этой команде. В зону решили встать москвички. Двоем сдвоились они на Джеймс. Но не является для нее это помехой. В атаке. По-прежнему стоят москвички с зоной. Пытаются разбить за счет передачи Динамо. И успешно они под кольцом. А МБА уже перешли в личную защиту. Мастикой играет пикинг ролл с Джеймс. Першакова тут упала. Зацепила ее Джеймс. Состав сейчас у Самары. Американка, две бразильянки. Курильчук и Колосовская. Кай Джеймс. Вот то, что она тренирует. Постоянно вот этот прием. Опять заряжают, заряжают фанаты ДК Самара. Кай Джеймс. Но здесь Мэлори надо активнее было работать. Ну зачем отпускать? Кай Джеймс. Но здесь можно было и не прыгать. С таким ростом, да. Можно Данки. В самарской команде она единственная, Юлия. Но здесь вообще очень много уникальных имен. Кай Джеймс. Кай Джеймс. Кай Джеймс. Кай Джеймс. Поехали! Поехали! Очень плотная оборона на периметре. Соляр. Джеймс. Это будет чуть ли не единственный вариант развития событий. Кайджеймс попадает. Ну как же она хороша в последних двух матчах. На розыгрыше. Будет бросать сама. И все здорово. Но вот попадания этого не хватило. Джеймс с полом забивает. Как же пошла у нее игра. Подбор в атаке. Тренером сильно потеряет в игровом времени на паркете. И с новым главным тренером уже обрести для себя привычную новую роль. И здесь она набирает очередные очки. Не зря так долго я говорю про Масько, Осипова и Кузьмич. Меньше запасных баскетболистов. И вообще вариант на бэккорте. Джеймс набирает очки под кольцом. Очередные. Джеймс ставит заслон. Ей при заслонах нужно быть аккуратнее. Проваливается внутрь Кайджеймс. Против нее три баскетболистки. Но она забивает. Никто ей не может там помешать. 48-53. Потемина. Достала бросать на первом шаге. Ушла на среднюю дистанцию. Бросила со средней. Там Джеймс подбирает в атаке. И забивает женской премьер-лиги по баскетболу. Между командами Динамо из Новосибирска и Надежда из Оренбургской области. И начинается эта игра с того, что первый уже командный пол. Получается за эти лишь две с небольшой минуты. Джеймс в постапе. Стром разворачивается. Идет внутрь. И забивает Кайджеймс. 8 очков уже у нее в этом матче. Кайджеймс. Могут бросать три, кто на пакете сейчас. Кроме Кайджеймс. Джеймс получает заброс под кольцо. Он там с мячом разбирается. И отправляет его в корзину. Здесь столяр. Два заслона для Беверли Келли. Джеймс не стал бросать со средней. А вот здесь встала. И попадает Джеймс. 29-23. Здесь просто владение будет для Динамо. Джеймс. Спастя против Томпсон. Идет бросать сама. И попадает. Но Томпсон вынужден играть уже гораздо более аккуратно. Иначе четвертый пол для... Она вот лучшая в составе Динамо. Ох, как легко против Томпсон. Но под кольцом не получается. С первой попытки набрать очки. Зато подбор в атаке. И... Не получилось на первом шаге уйти. Джеймс против Зоткиной. Полукрюк слева. И она забивает. 18 очков у Джеймс. Претендует. Кстати, она набрала третьей четверти. Джеймс. У нее 18. Также против Томпсон. Бросает. Джеймс. И попадает. Двадцатка уже у нее. А вот и очень-очень габаритная центровая Кай Джеймс. Еще одна американка. А18. Долго мы ждали эту трешку. От Анны Кузнецовой. И вот она здесь. Кай Джеймс. Прямо в руки. Мяч прилетает. Крутится сама американка. И здорово. Н2. 32-38. И заключительные секунды, которые в пользу 35-49. Заря. Конечно же. Тут дело не в том, что мы просто не попали. Будут, безусловно, проведены все разборы. Скаутинговые. Скаутинговые. Субтитры подогнал «Симон» 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 Новосибирск Временем Джеймс забивает Никаких шансов у Джеймс не было Ну либо метров пять Фора ей нужна была А вот это уже хлеб Джеймс И тут она Ну и наверное было Слишком наивно думать, что Спарту Тейлор, хотя она очень бодро Выглядит, что она Весь матч будет В том же режиме проводить, как и Старт будет повтор, может быть я что-то Не так увидел, но почему она просто Вообще не пошла на подбор Очень много вопросов Ну вот Только мы ее поругали Здесь есть повод похвалить